Боже, Медащий, и Вы не размешаны! Не знаю, Господи, и помилуй нас. Истины сады грехи, Господи, и помилуй нас. Прошти нас греши. Христос воскресе! Во истинно воскресе! Вообще, Христос, истины, Боже, и помилуй нас. Аминь. В сегодняшний день особо отмечают в основном Целеправославная Церковь с особой значимостью. Наша Иверская Церковь сегодня, кроме празднования жен вероносцев, празднует еще день воздвижения Христа. Это было после прихода Павна, после Таяровна, после Нейнина. Это было воздвижение Христа в городе Цехете, в бывшей столице Иверии. Так что поздравляю я вам всем чадом, если не зовет Волославной Церкви Гавридской Иерархии. Сегодняшним днем празднования святой жен вероносцев. У нас уже вечер. Сегодня, наверное, не наверное, а мы знаем о том, что проводились службы во всех Целеправославных Церквях. И в Румынии, и в России, и в других странах. Истинно, хочу передать всем истинное поздравление наше. Мы, конечно, отдалены. Нас не так праздновали, не так мало людей. Сегодня было днем. В Пасхальный день, в Пасхальную ночь пришли на службу. Не более даже и 25 человек не было. Из тех крещенных и оглашенных не было и менее третьей части. Во-первых, еще потому, что наша домашняя церковь здесь может максимум. Ну, это как бы, если так, тесно. Не более тростите, это максимум. Поэтому, ну, не только поэтому, конечно, а в основном потому, что у нас практически мы находимся под гонениями. По сей день уже, 12-й год, как 25-26 числа, прислали уже еще постановление суда, вот, вот, 4 дня тому назад, что нас не будут регистрировать, потому как мы должны изменить в уставе, должны изъять из устава слово «православие». То есть, постановление суда указано следующее, что Гурдивидская патриархия монополизировала в 2002 году, занесла закон Конституции, то, что слово «православие», «Церковь», «Синодальные собрания», там, слово «католикоз», «Церковь», значит, они, вот эти слова, если будут упомянуты любому, кто предоставит документы на регистрации, им отказать, потому что эти слова принадлежат слова «Церковь», слова, значит, «апостольская церковь», слова, значит, «православное», слово «православное», когда мы предъявили, что нас не православные, а древние православные, то есть, ну, это, мы не смогли повлиять, хотя наша иерархия зарегистрирована везде, в основном, во многих странах, но мы все равно оказались, проиграли, проиграли процесс, теперь не знаем, что делать, будем, наверное, подавать еще Конституционный суд. Так что, сегодня у вас всех, всем чадам истинной Рождественной Церкви поздравляю с праздником и желаю вам всех благ земных и неземных для спасения вашего, для спасения Дух ваших. Конечно, тяжело нам, как бы, есть претензии у людей, что нет никакой поддержки, помощи, и только нет помощи, даже препятствуют и наши братья во Христе, чтобы мы встали хоть на ноги и как-то и укрепились в вере, но по всей видимости, это наш крест, и будем нести, пока есть силы. Еще раз хочу повторить мои приглашения. Приглашаю всех, всем, всем касается приглашения, всем чадам Рождественной Церкви, Пилокринской Иерархии, более того, кто еще поможет нам, подскажет нам, как нам эту службу подучить нас, потому как мы, нас никто не обучал, мы сами как-то стараемся, чтобы понять. Мы будем рады, конечно, прииметь желание приехать и помочь нам в обучении службы, конечно, по благословению своих духовных отцов. Мы не хотим быть участниками никакой внутренней каких-то там событий. В каждой епархии есть свои проблемы, свои события, свои какие-то там раздоры. Ну, я думаю, что все разрешится. Все по власти Божьей. Мы, даже те, кого приглашали сюда, и кто приезжали к нам, они свидетели того, что мы всем говорили, чтобы все шли к примирению и мирно, мирно решали все свои проблемы. Где мир, там и благодать. Сейчас уже не те времена подавают, некоторые вспоминают святых отцов, вот там так поступил, то такие правила, то там другие, иные правила. А у нас тут в вере значит, такие вот правила. Человек, который сам не живет по правилам, и по тем законам, которые он упрекает других, иного, другого. То есть, он не имеет права вообще упрекать кого-либо. Сейчас очень страшные времена наступают, и прежде чем искать у кого-то какие-то нарушения в церковных правилах, надо хорошо подумать, обосновать, и уже после чего принимать решения. Сегодня одно говорят, завтра другое, послезавтра третье. Лучше всего, конечно, самим, самым себе искать причины всех бедствий, которые происходят вокруг нас. После чего, конечно, Господь нам поможет. Одному Богу ведомо, сколько пережит нами оскорблений, унижений, во всяком. Уже дошли до того, что причислили меня не только к бандитам, а даже к убийцам, Господи помилуй. Но мы с терпением все это переносили, терпеливо ждали, когда все вот эти бури, вот эти оскорблений, все пройдет, все утихомирится, успокоится. Мы тоже в свое время я имею в виду себя из-за неопытности, но хотя не по своей воле и не без благословения архиереев, когда я еще был и священником, пытался как-то изучать проблемы, как бы направлять там, как-то исправлять проблемы в других епархиях, хотя не ведал того, что это было не мое дело, но тогда-то я и сейчас шла в духовную жизнь, тогда-то вовсе и не ведал, что как бы архиерей не благословлял, все равно должен ты как-то осторожно и осторожно делать шаги и наслаждать проблемах чужой епархии. Пусть каждый на своем месте, каждый в своих епархиях старается как-то выходить из положения. скажу хорошо другое и то, что много есть проблем, много всяких непонятных ситуаций творится, я думаю, что все будет как Богу угодно, все успокоится, все станет на свои места, я говорил уже, писал об этом, еще раз повторяю, что мы не будем вмешиваться в вопросах между митрополиями московской и Белокенинской и московской митрополии, но по отношению к нам, хотя и от Белокенинской митрополии, хотя и от московской митрополии, чувствуем какое-то недоугажение или пренебрежение какое-то, это чувствуем, но обвиняем опять-таки самих себя, по всей видимости, еще не доросли, чтобы чувствовать какую-то поддержку от той или иной митрополии, так что дай Господи всем вам пребивать в мире, в спокойствии, в молитвах, в постах, пусть Господь поможет нам, чтобы мы стали на путь истины, чтобы в вере укрепилась истинная вера, и кто желает нам оказать помощь, мы всех рады видеть. Повершение Босуды Богу и Спаса нашего Иисуса Того и со всеми вами. Аминь. Боже милый святый Господь, я дам Господь помимо и сейчас заверши Господь помимо почти и милый Субтитры